4 и 5 июня Святейший Отец Бенедикт XVI посетил с апостольским визитом Хорватию. Этот визит Папы не первый для этой республики. Его предшественник Иоанн Павел II, начиная с 1994 года, посетил эту страну три раза. В своем обращении во время приветственной церемонии в Международном аэропорту Загреба Папа Бенедикт XVI упомянул о современных трудностях, переживаемых этой страной, призывая верующих именно в этот непростой период быть свидетелями христианской веры. Давняя и современная история Хорватии, по мнению Папы, способна помочь другим европейским странам сохранить и укрепить общее бесценное наследие человеческих и христианских ценностей. Хорватский национальный театр, символ культуры народа, получившего независимость 20 лет назад, в эту субботу был заполнен самыми авторитетными представителями республики. Бенедикт XVI встретился с общественно-политическими, культурными деятелями, предпринимателями и академиками. Святейший Отец рассуждал на тему понятия совести, понимаемой как то пространство, где полноту своего значения находят ценности, принятые за главный в каждом обществе. И если Запад будет вытеснять из общественной жизни это понятие, Европа будет опречена на упадок. Если же она будет слушать голос совести, то у неё есть надежда на будущее. В этот же день Бенедикт XVI встретился с хорватской молодёжью. В своём общении с молодыми людьми папа рассуждал о христианской жизни, на примерах святых Франциска и Клары из Ассизы, Розы из Витерба, Терезы, младенца Иисуса, при этом уделяя особое внимание личности их соотечественника, блаженного Ивана Мерца. В конце своей речи Бенедикт XVI и верил в хорватскую молодёжь Богородице, почитаемой под именем Матери Божьей у каменных врат. Эта двухдневная поездка Бенедикта XVI была приурочена ко дню хорватских католических семей. В воскресенье 5 июня на святую мессу на Загребском ипподроне пришло около 400 тысяч человек. Проповедь Бенедикта XVI была посвящена семье, важности её евангелизации, её миссионерскому призванию. Он процитировал блаженного Иоанна Павла II, подчеркнувшего, что настоящее, основанное на таинстве брака семья, уже сама по себе является благой вестью для этого мира. Папа также указал на опасности, угрожающие семье, как в Хорватии, так и в других странах. Вечером Святейший Отец возглавил служение в Кафедральном соборе Вознесения Девы Марии и святых Степана и Владислава вместе с представителями хорватского духовенства, монашествующими и воспитанниками духовных семинарий. Богослужение проходило перед усыпальницей Алоизе Степинаца и проповедь Бенедикта XVI была посвящена этому блаженному. Репрессированный во время коммунистического режима архиепископ Загреба Алоизе Степинац в 1953 году находился в тюрьме, когда был возведён в достоинство кардинала. Находясь в ссылке, он скончался, а спустя 38 лет папа Иоанн Павел II причислил его к лику блаженных. Его мученичество – это верх насилия по отношению к церкви во времена коммунистических гонений. Бенедикт XVI подчеркнул актуальность духовного наследия блаженного мученика, который в 1943 году сказал следующее – «Или мы католики, или не католики». Но если мы католики, то это должно проявляться во всех сферах жизни. В конце своего обращения папа испросил защиту для хорватского народа через заступничество Девы Марии, блаженного Алоизе Степинаца и всех святых в земли хорватской.